Всем привет! С вами Наталья Клокова, лидер, топовый лидер крупной международной компании. Вы знаете, друзья, я считаю, что ничего случайного в жизни не бывает, и есть такая поговорка русская «нет худа без добра» или «всё, что не делается, делается к лучшему». И это, знаете, вот судьба иногда расставляет вешки «вот твой путь, тебе надо туда, в ту сторону», а ты идёшь в противоположную, потому что ты вот не видишь, ты пока не чувствуешь, ты не ощущаешь. И судьба что-то такое, раз ты не видишь, вот хоп, тебе получи вот такую ситуацию, и тогда, возможно, ты остановишься и увидишь свой путь. Так случилось и со мной. И вы знаете, ну как любая женщина, я очень тщательно подбирала средства косметические для себя, для своей кожи, и я остановилась на одном очень известном косметическом бренде, и пользовалась им с удовольствием в течение вот уже довольно длительного времени. И однажды по делам я должна была ехать в Будапешт, и когда мы отсюда улетали, у нас было очень холодно, шёл снег, как это было начало мая, шёл, летели снежинки, было холодно, мёрзли руки, мы ходили в шапках, мы прилетели в Будапешт, а там плюс 30. Мы, конечно, разделись, кинули чемоданы, нас собрали на инструктаж около отеля в шикарный парк. Там была такая беседка крытая, то есть это было не открытое солнце, лучи, а такое вот закрытое пространство с крышей. Значит, минут 45 мы там находились, и потом мы возвращались в отель. И когда ты заходишь, ну, когда я зашла в номер, мы обычно открываем дверь открытой ванной, там зеркало, мы девочки, что мы смотрим на себя в зеркало. Я тоже на себя посмотрела, и что-то, ребят, меня насторожило. Я дала задний ход, я близко подошла к зеркалу, и я смотрю, о, ужас вообще! Значит, представляете, вот во все щёки вот так вот у меня бабочка пигментации. Это было настолько ужасно, что, ну, вообще просто испорченная поездка. Я только прилетела, я позвонила своему консультанту, приди и посмотри на меня, и объясни мне, что произошло. Она говорит, ну, вы знаете, вы приехали из зимы в лето, вам нужно было поверх этого дневного крема, значит, наложить солнцезащитные средства, потому что наша косметика не содержит фильтра. Я говорю, ну, во-первых, ты мне об этом не сказала, во-вторых, меня вообще это не устраивает. Что мне теперь делать? Помогай? Она говорит, я не знаю. Вот так я рассталась с этим известным брендом и побежала в косметические салоны. Косметологи все, конечно, ахали вместе со мной, но говорили, сейчас май, ничего невозможно сделать, приходите к нам конец октября, начало ноября, будем делать глубокий пилинг, но не факт, что вообще это поможет. И вот можете себе представить мое состояние, я полгода должна ходить с таким лицом. Я заказывала всем знакомым, кто уезжал за границу, чтобы мне привезли какие-то известные марки осветляющих средств, осветляющих кремов. И у меня такая уже батарея дома была, достаточно дорого это все стоило, но ничего не помогало, абсолютно просто, вообще никак. И однажды по делам я была в Куми Республике, и там мне моя знакомая приходит, видя мое состояние, она как-то мне говорит, ты знаешь, сегодня я была на презентации, фирма называется Арифлейм, и ты знаешь, там так расхваливали осветляющий крем, вот, можешь тебе попробовать. Я говорю, неси, конечно. Вот, она мне приносит такую сиреневую баночку, такая кругленькая баночка тогда была, и я читаю этикетку, и вы знаете, не этикетку, а инструкцию. Вы знаете, друзья, вот я с компанией уже 16 лет, но я никогда не видела, чтобы писали, вот был такой текст. Там было написано, я помню это, вот на всю жизнь запомнила. Значит, пользуйтесь этим средством как дневным и ночным, и через 2 недели от пигментных пятен не останется и следа. Я настолько была возмущена, какой-то Арифлейм, тут у меня Англия, тут у меня Франция, вообще никому не работают. Здесь пишут, ну, вообще, вот наглое, да, пишут, через 2 недели от пятен не останется и следа. Ну, я купила, я стала пользоваться, как было написано. И вы знаете, через 2 недели от пятен не осталось и следа, это, конечно, была, ну, просто несусветная для меня радость. И вот тут я поняла, что всё, что они пишут, эти шведы, на своих баночках, на своих инструкциях, всё правда. И тогда я достала каталог, тогда я позвонила этой своей знакомой, говорю, пусть там кто мне продал эту баночку, зарегистрируйте меня, я хочу этим пользоваться со скидкой. И вы знаете, я, мне никто ничего не рассказывал, я просто, вот понимаете, на своей коже ощутила качество этого продукта. И уже 16 лет я и вся моя семья пользуются только средствами компании Reflame. И когда я сижу на наших бриллиантовых конференциях, да, когда нам в начале года говорят о запуске продуктовом, какие продукты у нас появятся, я, вот знаете, гордость распирает за то, какие средства, как они производятся, как над ними учёные работают, и просто крылья вырастают за спиной, с каким продуктом мы работаем. Вот, собственно, и всё, да, и действительно, я, наверное, никогда бы не посмотрела в сторону шведского бренда Reflame, если бы вот не случилась со мной такая беда. Не было бы счастья, да несчастье помогло, и вот это моя история прихода в компанию Reflame. И, кстати, друзья, я написала книгу, как построить успешный бизнес в интернете, и если вам это интересно, напишите мне в любой социальной сети, я с удовольствием вышлю вам книгу о том, как построить успешный бизнес в интернете. Пока-пока! С вами была Наталья Клокова.